Добрый день! Меня зовут Игорь Вячеславович. Я являюсь региональным агрономом группы компании Erzagro. Здесь мы будем рассматривать технологию по льну масличному и дальше перейдем на делянки по нуту. Вкратце расскажу, что мы льном занимаемся уже более 9 лет. Лен масличный для нас является очень хорошим предшественником для зимой пшеницы. Все, большинство, более 50 процентов площадей льна масличного это у нас семенные. В приоритете у нас семена в нимковской селекции, в нимк 620 и флис. Пройдемте дальше, ознакомимся по технологии выращивания. Как вы все знаете, что лен это мелкосемянная культура и очень важно уделить внимание подготовке семян. Все семена мы подрабатываем на семенном заводе, семенной линии через фотосепаратор. С помощью фотосепаратора и пневмостола мы отбиваем все сорняки, а также выровненные семена готовим к посевам. Глубина заделки семян, как все знаете, это 3-4 сантиметра. Очень важна выровенность посевов, да, когда вот именно подготовка почвы играет большую роль для дальнейшей урожайности. Рассмотрим нормы высева. В производстве мы выращиваем лен с нормы высева 7 миллионов. Здесь можете ознакомиться с 3 миллионами, 5, 7 и 9 миллионов. Мы остановились на семье, потому что по урожайности они себя очень хорошо показывают. Для... По защите. Очень важно при возделовании льна защищать лен от вредителей. Поэтому нужно необходимо мониторить всякие бложки, вредители, тем самым они снижают урожайность. По защите от сорняков мы в производстве применяем препарат МЦПА, натриевая и калиевая соль в дозировке 1,7 литра на гектар. Эти посевы перед вами обработаны препаратом секатор Турбо, 80 грамм на гектар. По уборке урожая. Все уборочные площади мы обрабатываем препаратом Декват. 1,5 литра на гектар. 3-5 дней ждем и заходим на уборку. Прямоточкой работаем, а также очесывающие жадки у нас в производстве есть. Лучше пока ничего не нашли. Есть проблемы с уборкой на прямоточке, соответственно перешли на очесывающие жадки. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлена линейка сортов, современных сортов Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. Все эти сорта современные, высокомасличные и высокопродуктивные. Они хорошо адаптированы практически ко всем зонам возделывания. Классические сорта ВНИИМ-620. ВНИИМ-620 фото нейтрально обладающие реакцией на длину дня. Эти сорта обладают хорошей пластичностью и отзывчивостью на высокий агрофон. Семена имеют коричневый цвет, кроме сорта И-117. Семена белые. Сорт И-117 и И-120 уникальные сорта, они пищевого направления, с низким содержанием линоленовой кислоты до 25%. Сорта очень пластичные, возделываются во многих регионах. Почему И? Значит, эти сорта были созданы в честь первого паровоза, имеющий короткий протяженность. Там вагон, по-моему, один вагончик был, который ходил во времена войны. Поэтому сорта высокомасличные. И-120 чем отличаются от просто И? От И? Они фузариозоустойчивые. Могут применяться в короткой ротации возврата льна на 3-4 год. Это короткоротационные. Сорт Снегурок – это двуручка, зимующий сорт. Мы его можем применять как подозимый пассив, так и яровой. Урожайность ни в чем не уступает классическим сортам с яровым развитием. Потенциальная урожайность достигает 25 сантиметров. Масличность тоже очень высокая. Если уходят сроки работы гербицидами, что это? Лен неустойчив, не конкурирует с сорняками. Поэтому мы должны очень внимательно относиться к этому периоду развития. Фаза елочки от 5 до 15 сантиметров. И мы должны применять гербициды в борьбе с сорняками. Особенно если присутствие овсюгов и широколистных, мы должны раздельно проводить обработку посевов и грамотно подходить к технологическим процессам. Вы можете назвать лен за сухоустойчивой культурой? Как оцените посевы в этом году? За сухоустойчивые они, в принципе, есть при соблюдении технологий благоприятных условиях в весенний период ранний. Это же культура раннего срока осева. При подготовке почвы мы должны рано вместе с яровыми колоссовыми заходить в посев. Если мы все это своевременно сделали, то при запаздывании культура испытывает недостаток влаги в критические фазы развития. Это и всходы, и во время цветения тоже. То есть закладка семенного процесса более сниженная. Здесь все сделали вовремя? Да, здесь посевы выглядят замечательно. Почва подготовлена. Думаю, что потенциал каждого сорта будет максимальный. Поэтому посмотрим, как еще температурный режим отразился на АПО-линии. Мы находимся на участке мелкоделяночных опытов по нуту. Нут для нас является интересной культурой в плане предшественников. Все семеноводческие посевы зимой пшеницы высеваются по нуту, гороху. В частности, здесь приоритет нас нут. Можете ознакомиться в приоритете для нас. Это Волгоградская и Одесская селекция. Волжанин 50, Прива 1, Розана и Триумф. Урожайность колебается у нас от 25 центеров до 32 центеров с гектаром. Наибольшую урожайность мы получаем на Розане и на Триумфе. Дальше, если мы пройдем, посмотрим. Все делянки по нормам высева у нас применены на сорте Триумф. В производстве мы применяем стандартную норму для нас. Это 450 штук на гектар. Здесь вы можете видеть 650, 550, 450 и 250 штук на гектар. По защите остановимся. После подготовки семенного материала, после посева, мы обрабатываем почвенным гербицидом. Это Merlin Flex, компания Bayer. Дозировки 300 мл на гектар. Больше по гербицидной обработке мы сюда не заходим. Также, что касается вредителей по вегетации. Если нас атакует хлопковая совка, то уже препараты Амплига, Караген применяем. По защите от болезней. Мы работаем препаратами Альто-Супер, Винтаж. В зависимости от необходимости. Также по... Пройдемте дальше. Могу рассказать, что все семена мы протравливаем. Обязательно к протравке мы добавляем инокулянт. Инокулянт у нас питерский. Ультрастим и резоторфин. Мы работаем в обязательном порядке. По самый распространенный вопрос, дает ли прибавку инокуляция, могу сказать, что дает. Прибавка может быть от 100 кг до 300 кг. В зависимости от особенности года. В этом году мы заметили такую динамику, что инокуляции, как таковой, очень мало, скажем так, проявляется. И мы ее мало встречаем. Но, возможно, это особенности года. Погодные условия, либо что-то еще сложилось. Пройдемте дальше. По уборке. Обычно сюда уборку мы заканчиваем, начинаем и заканчиваем в середине и начале августа. Вот видите, обратите внимание, есть таблички, где указаны протравители. Ламадор и Мидор Про. Далее с инокуляцией. Ультрастим и биостабилизатор. Обязательное условие при инокуляции делать инокулянта, обработку инокуляции за день. Не более. Лучше 2-3 часа до посева обработали в прохладном помещении, в темном складе. Положили, обработали и потом уже дальше сев. Семенами пшеницы понятно. Вы можете протравленные сразу продавать. А семена минута? Также у нас предусмотрена семенная линия для протравки. Можем по необходимости, по заказу клиента, протравить и также инокулировать семена нута. Тогда вы инокулируете и нужно сразу севать? Да, и по инокуляции, если у вас небольшая логистика по доставке семян, по день, сутки, тогда лучше заказывать инокулянтом. Если такой возможности нет, то придется вам самим инокулировать. Что касается фунгицидных и инсифицидных протравителей, мы можем протравить и продавать семена. В производстве у нас есть сорта розана, триумф. По необходимости можете обращаться в семеномоческий отдел. Продолжение следует... Продолжение следует...